Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим с вами о новом обновлении HyperOS, которое уже начинает распространяться на те аппараты, которые получили в первой волне новую прошивку. Поговорим о том, что поменялось, что добавилось, да и вообще, какие ощущения после новой HyperOS. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас получается подопытным сегодня выступает Poco F5 Pro. И почему именно он? Потому что на нем я оформил себе права тестера, и мне пришла новая прошивка 1.0.2.0. Да, именно такая индексация у нас из всех этих новых прошивок. По сравнению с первой версией, которая вышла относительно недавно, на которую все так смотрели, говорили, вот круто, круто, все так, отлично, были определенного рода проблемы. Но разработчики их постарались исправить. И в принципе, хочу сказать, что новое обновление, которое вот вышло на это устройство, оно как бы-то становится стабильнее, нежели это было в первой версии. Ну, что в принципе и логично. Также многих очень сильно интересует вопрос, что же по поводу системы и почему она так много весит. Кто-то говорил, что возможно в будущих обновлениях вес прошивки будет меньше. Но по сравнению с тем, что было, как бы размер у нас системы не меняется. И все остается по-старому. Также из примечательного, что еще хотел бы отметить, это улучшение работы самого интерфейса. То есть, в принципе, как бы Poco F5 Pro это не слабенький аппарат. Аппарат, который в принципе позиционируется как флагманская линейка, флагманское устройство. И ему вот как бы все эти моменты, по которым были вопросы, ну, устраняем, скажем так. К сожалению, в новом обновлении не добавляется в разделе «Другие способы подключения» возможности для работы одновременно. Планшет плюс смартфон. Да, как бы хоть, как я уже сказал, это флагман, но его почему-то в данном вопросе урезают, обделяют. Ну, и мне, честно сказать, ну, обидно или странно, с одной стороны, почему так это все происходит. Ну, опять же, разработчикам виднее, и они как бы со всей этой историей, ну, нам как бы все это рассылают, и мы лишь только можем этим пользоваться. Далее, что еще можно заметить в новом обновлении? Всем, наверное, очень понравилась такая история, которая у нас называлась как копирование объектов с фотографии, а также распознавание текста. Но если раньше мы, получается, с вами заходили, вот, допустим, на фотографию, где есть лицо, там, портрет и так далее, и тут у нас внизу были две такие кнопочки, где автоматическое распознавание текста, и, соответственно, можно было распознать объект, то сейчас в новом обновлении это убирают. И лишь только таким вот нажатием мы можем, ну, скажем так, выделять объект на фотографии. И также важно понимать, чтобы он был четким, и чтобы система смогла его распознать. Ну, а дальше вы уже можете с ним выполнять все возможные действия, там, стикеры делать, отправлять как-то в чаты, ну, и тому подобное. Что же касается текста, то, к сожалению, локализации он не получает. То есть, допустим, если мы выбираем вот тут вот выделить весь текст, ну, и, опять же, с приближением оно не особо работает. Если мы делаем вот так и выбираем все, после чего мы нажимаем вот здесь на извлечь, текст у нас будет, ну, вот таким. К сожалению, нам не завозят нормальное распознавание текста, но, возможно, когда-то там в будущем разработчики это исправят. Так что, чтобы вот вы имели представление, как теперь вся эта тема будет работать. Чтобы вы не думали, что разработчики у вас как-то там специально что-то забрали. По редактору фотографии тут, конечно, да, улучшает у нас и искусственный интеллект, и улучшение фотографий. В принципе, как бы тут нам добавляются новые фишки, те, кто этим пользуется, вы этим обрадуетесь. И, в принципе, как бы тоже, почему бы и нет, и разработчики тоже на этом сделали определенного рода акцент. Как я уже вам ранее говорил, что поскольку это Poco F5 Pro, тут у нас установлен Poco Launch. Поскольку тут Poco Launcher, многих это может расстроить. Ну, а в частности, когда вот добавились эти вот большие папки на устройство, то они выглядели немножечко колхозно. Но если, допустим, вы нажимаете на то, чтобы не показывать текст везде, у вас папки становятся как в MIUI Launcher. Ну, и, соответственно, тут все папки у нас по типу будут доступны. И это очень, ну, как по мне, хорошо. Также у нас в этом обновлении никуда не пропадают вот все эти вот возможности, которые связаны с новыми виджетами. То есть вы можете их спокойно перетаскивать, вызывать новое меню на рабочем экране. Смотрите виджеты и, пожалуйста, ну, тут надо к интернету, понятное дело, подключиться. И они у нас будут доступны. То есть старое меню у нас также присутствует, но только когда мы на него нажмем. Ну, а так, в целом, больше по данному вопросу и нечего отметить. Еще меня расстраивает такой вариант того, что отсутствует в разделе экран и яркость возможности принудительно выставлять частоту на какие-то определенные приложения. Да, в более новых аппаратах, там Xiaomi 13T, там 13T Pro, Xiaomi 14, это есть по умолчанию из коробки. Но, опять же, как я уже сказал, хоть это и флагман, тут у него данной возможности нет. Даже если мы нажимаем 60, дополнительного меню не появляется. Нажимаем по умолчанию, тоже ничего не проявляется. Так что тут, как бы-то, очень странно, почему разработчики в данном вопросе урезают это устройство. Многие еще задавали вопросы, что же там по поводу в дальнейшем у нас стиля блокировки, будет ли в новых обновлениях что-то добавлено. Хочу сказать вам, что нет. Все остается по-старому. В принципе-то, я считаю, что и так этого больше, чем достаточно для кастомизации нашего смартфона. Но, возможно, в будущем разработчики, как и вот на примере с супер-обоями, сюда добавят новые экраны блокировки. Но, поскольку мы с вами заговорили про супер-обои, хочу вам также об этом несколько рассказать. То, что у нас по умолчанию, когда вы обновляетесь на новую прошивку HyperOS Global, то у вас не появляется новая локация Луна. И вам ее придется поставить вручную. Соответственно, вы качаете обновления для этих супер-обоев, как для Луны, так и для активатора. Вы устанавливаете и потом через раздел обои эту всю историю находите. Все работает прекрасно, все работает без нареканий. Ну и, честно говоря, я доволен. Если же у вас IPS-экрана этого нет, так же можно поставить, но немножечко с некоторыми кастылями. И еще один какой момент я заметил в новом обновлении, чуть-чуть добавили производительности. Вот, к примеру, вам два тестирования. Первое, которое было 22 января проведено, а второе было проведено еще вчера. И, как вы можете заметить, прирост есть как по одноядерному тесту, так и по многоядерному. Да, конечно, это не супер, там, показатели, не прирост, там, в плюс 500 баллов на ровном месте. Но, в любом случае, это лучше, чем ничего. Аппарат чувствует себя очень хорошо. Ну и также напоминаю вам, что если вы хотите полностью избавиться, там, от троттлинга устройства и так далее, вам нужно обновить лишь только одно стоковое приложение под названием Joyeuse. Ничего страшного с вашим аппаратом не случится, и он будет работать еще лучше, чем было. Что же, друзья, вот такое вышло обновление у нас для тестеров. Как я уже сказал, что сейчас очень такая вот тематика всей этой движущей, там, HyperOS по поводу тестеров, разблокировки загрузчика, ну и тому подобного, там, в плане обновлений. Кому будет приходить, как будет приходить, как можно обновляться, об этом также сделаю отдельное видео, где все это расскажу и покажу, как можно провернуть. По сегодняшнему обновлению могу сказать, что в целом я доволен, все работает адекватно, лагов, подвисаний, фрезов я не заметил, но, опять же, это же касается только Poco F5 Pro. Возможно, на других аппаратах будут какие-то моменты, нюансы, но, в любом случае, новое обновление меня порадовало, и я бы рекомендовал бы вам на него обновляться. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть, или же остались еще вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, и до новых встреч.